Несколько лет Россия живет в военное время. Может быть, не юридически, но фактически в военное время. И именно этим я объясняю сужение пространства свободы. — Государственная тайна растет, и мы видим, как она наступает уже на пятки журналистам, которые так или иначе занимаются расследованиями в сфере военных операций. Это не только журналисты, но и гражданские исследователи, блогеры. — Мы видим опасность в этом не только для гражданского общества, но и для государства, которое несет ответственность за те потери, сведения которых указом президента сокрыты от общественности. — Представитель президента не смог никак, ну это просто невозможно, опровергнуть то, что потери — это в том числе гибель, а гибель — это нарушение права человека. — Соответственно, сведения о нарушениях права человека на жизнь, в соответствии с законом о государственной тайне, не подлежат засекречиванию. Это указано прямо, двойного трактования здесь быть не может, никакие федеральные законы дадут норму, а ты не можешь. — Мы так и не услышали, какой же ущерб может повлечь распространение этих сведений, то есть этот момент до сих пор для меня не ясен. Но, с другой стороны, на наш взгляд, мы как раз-таки услышали, какой ущерб может повлечь засекречивание этих сведений, как для заявителей, так и для общества в целом. Поскольку момент, связанный с гибелью солдат, что в период проведения специальных операций, что в военное время, это достаточно общественно значимая информация. Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации определила. Решение Верховного Суда Российской Федерации 13 августа 2015 года оставить без изменения. Апелляционная жалоба заявителя административных исток без влитки. Это значит, что для правоприменителей открылась дорога преследовать журналистов за сбор сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сведениях, которые раскрывают потери личного состава вооруженных сил, которые сейчас наши вооруженные силы несут, в частности, в Сирии. На мой взгляд, погибших стало много. Это тысячи людей. Участников боевых действий, возможно, десятки тысяч людей. И носители информации о военных действиях, о потерях, о погибших, раненых, тоже десятки тысяч людей. Может быть, даже большие десятки тысяч людей. Эта информация в понимании высшего руководства государства дискредитирует государство. Они же на весь мир сказали, что Россия не ведет военные действия в Украине. Сейчас непонятно, что, в каком количестве вооруженные силы России находятся в Сирии. Но ясно, что там находятся тысячи людей. И нежелание предоставлять обществу правдивую информацию о действиях государства с помощью народа, в отношении народа, против интересов народа, она привела к этому иказу. Этот указ, на мой взгляд, был очень нервным действием государства. Продолжение следует...